Неделя спорта Открытый кубок по волейболу спортивного клуба КФУ Сколько команд принимало участие и какая из них смогла подняться на высшую ступень пьедестала узнавала наш корреспондент Василий Садзюба 2017 год в Казанском федеральном был объявлен годом волейбола Этот вид спорта хорошо развит в университете В него играют не только профессионалы, но и любители Все лето они активно готовились к открытому кубку спортивного клуба КФУ по волейболу который состоялся на базе учебно-оздоровительного центра Яльчик в завершении спортивной смены Открывалось соревнование группа по спортивной аэробике Девушки показали номер из трех блоков Сальса, степа аэробика и классическая аэробика Несмотря на то, что участвовал молодой состав сборной и на подготовку ушло всего 10 дней, выступление прошло удачно И синхронно было, и на позитиве, слаженность командная Девчонки сами очень довольны ушли, им очень понравилось Сами соревнования проводились в необычной форме В них участвовало 6 команд, 3 женских и 3 мужских В каждой по 3 игрока в поле На площадке больше движения, больше нужно быть подготовлены технически И, соответственно, каждый участок на площадке нужно закрыть Летом очень тяжело собрать 6 человек И можно организовать больше команд 3 на 3 Действительно, мероприятие оказалось впечатляющим В первой игре столкнулись команды футболистов, тигры и хоккеисты Спортсмены не уступали друг другу, однако тиграм удалось сохранить силы к концу каждой партии И в итоге вырвать победу со счетом 2-0 А хоккеистов ждала следующая игра с командой физиков И тут стало ясно, на чьей стороне трибуна Болельщики продолжали активно поддерживать хоккеистов, выкрикивали подсказки и переживали в случае неудачи Несмотря на поддержку хоккеистов, физики оказались сильнее Они безоговорочно одержали победу и в финале столкнулись с победителями первой игры, с тиграми Соперники оказались равными по силе, на протяжении всей встречи разрыв составлял всего несколько очков И даже счет по партиям после двух игр был 1-1 Но изучив тактику соперника и осознав свои преимущества, тигры смогли вырвать победу в третьей партии После первого сета с командой физиков мы поняли, куда надо подавать, что нужно делать, как играть И это привело к победе Среди девушек ожидался не меньший накал страстей В команде «Динамо» не было профессиональных игроков, поэтому одержать победу им не удалось Однако девушки остались довольны встречей Им не раз удавалось опустить мяч на поле противника Нам понравилось, мы узнали, как они играют, узнали, каково это с ними играть Другие две команды были представлены сборной КФУ по волейболу Разделили по возрасту У котят опытные игроки, у красивых начинающие, первый и второй курс И в этой борьбе опыт оказался значимее Котята выиграли кубок со счетом 2-0 в финальной игре Мы немножко поопытнее, мы постарше, больше у нас игрового времени Но и это еще не конец В заключительной части мероприятия уже вне зачета команда «Победитель» встретилась с командой сотрудников Один из игроков – тренер девушек Но это не помешало котятам победить В третьей решающей партии они сумели набрать разрыв в два очка и выиграть со счетом 2-1 Ученик превзошел своего учителя У нас с молодость играться, помощь болельщиков была на нашей стороне Но матч был очень интересный и захватывающий И было действительно здорово узнать, кто же все-таки сильнее, наш тренер или мы Кубок спортклуба КФУ по волейболу проводился в первый, но не в последний раз Федерация волейбола Республики Татарстан заинтересована в продолжении уже в следующем году Этого ждут и болельщики, и участники На этом сюжеты о межсезонье подошли к концу И уже на этой неделе мы сможем увидеть наших спортсменов в действии О чем мы, естественно, будем говорить уже в следующих наших выпусках Ну а пока к другим темам А 16 сентября состоялся Всероссийский день бега Кросснации Город Казань не стал исключением И под своим крылом собрал более 2000 участников Подробности далее в сюжете 16 сентября в Казани прошел Всероссийский забег Кросснации Для участия в соревнованиях было зарегистрировано более 20 тысяч участников Среди которых оказались представители разных возрастных групп и уровней спортивной подготовки Старт забегом был дан на площадке рядом с центральным стадионом А сам маршрут был проложен вдоль Кремлевской набережной Для профессиональных спортсменов организаторы подготовили трассы на дистанции до 8 тысяч метров Кросснации становится все более значительным событием в спортивной жизни страны С каждым годом все больше регионов заявляют о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном мероприятии На церемонии открытия соревнований премьер-министр Василь Шайхарсиев поприветствовал участников от имени президента республики И пожелал всем хорошо принять старт, а главное дойти до финиша Далее на сцене появились детские творческие коллективы, которые взбодрили бегунов своими зажигательными номерами Я решила принять участие, поскольку активно занимаюсь и бегом, и стрельбой, и фитнесом Я стараюсь принимать участие во всех соревнованиях И в казанском марафоне я участвовала, в ночном забеге, и здесь, конечно же На отдельной площадке собрались студенты различных вузов, чтобы тоже принять участие в Кроссе А заодно и выявить сильнейшего среди высших учебных заведений Проверить свои силы вышли и пенсионеры, они же ветераны спорта Настрой был запредельным Многие принимали участие уже не впервые, подготовка была длительной и продуктивной Пробежать дистанцию умудрились даже самые маленькие Некоторые из них бежали с сопровождением родителей Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации Также награды получили работники Оргкомитета за особый вклад в развитие спорта в Казани Розалия Хафизова, Иван Евсеев, неделя спорта Также 16 сентября состоялся матч звезд любительской хоккейной лиги по Волжье Сборные команды из лучших игроков прошлого сезона вышли на лед, чтобы узнать, кто же из них на самом деле самый лучший Подробности дали в репортаже Юлианы Петровой 16 сентября на ледовой арене Дворца спорта состоялся матч звезд по Волжской любительской хоккейной лиге На льду встретились лучшие игроки-любители Восьмой сезон открыли чемпионы России легендарные хоккеисты Алексей Чупин и Алмаз Гарифуллин Помимо матча болельщиков ждали всевозможные конкурсы, в которых две команды соревновались за звание «Самый быстрый» А в индивидуальных состязаниях за самого скоростного и мощного игрока, а также за титул точного броска В этих конкурсах участвовали голкиперы команд, где выбирали лучшего защитника ворот В соперничестве по булитам игроки смогли себя показать с творческой стороны На данном этапе победу одержала команда Чупина, но на этом спортивный праздник не закончился, болельщиков ждал и сам матч По словам профессионального хоккеиста, первоочередная задача – это привлечь как можно больше народу занятия к хоккею На трибунах можно было наблюдать и совсем юных болельщиков Хорошее мероприятие, которое заражает всех полезным вирусом под названием спорт, под названием хоккей Это правильное времяпрепровождение, это азарт, интерес, здоровье Поэтому то, что здесь происходит, я считаю, что это нужно продолжать делать и заниматься этим Участниками мероприятия были ветераны хоккея, руководство федерации Республики Татарстан и другие почетные гости Свисток судьи, шайбы на льду, игра началась В первом периоде на лед со своими командами вышли Алексей Чупин и Алмаз Гарипулин На восьмой же минуте первая шайба залетела в ворота команды Чупина Но игроки не расстраивались, ведь игра только началась После небольшого перерыва, собравшись силами команды, Чупина забила свою первую шайбу в ворота противников Умело обыграв защитников В третьем периоде игроки команды Гарипулин не дали шанса обыграть себя Они активно продолжали забивать шайбы в ворота Чупина Игра завершилась со счетом 5-1 В звездном матче не было цели выиграть главная красивая игра для зрителей Юлиана Петрова, Ангелина Сайдашева, неделя спорта В Казани состоялся первый открытый чемпионат по велоспорту в дисциплине Критериум Соревнования проходили на площадке центрального стадиона И собрали большое количество участников и болельщиков Чем же был интересен этот чемпионат, узнаешь в следующем сюжете На площадке центрального стадиона впервые прошел открытый чемпионат города Казани по велоспорту Участниками стали дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет Особенности фестиваля в том, что участие также принимали пара велоспортсмены без ограничений по возрасту Однако в категории маломобильной группы населения участников оказалось меньше, чем заявлялось За призовые места также боролись воспитанники школы-интерната номер один И представители детских спортивных велошкол Набережных Челнов Виктория и Ярчаллы Всего участие приняло 80 человек Многие из них оказались новичками, для которых фестиваль стал первым соревнованием В чемпионате участвовали и опытные спортсмены Каждому желающему совершенно бесплатно были предоставлены в прокат шлем и велосипед Соревнования проводились по правилам Международного велосипедного союза в усеченном виде Таким образом, спортсмен, которого обогнал лидер заезда, автоматически выбывает, а очки за прохождение круга не начисляются В паузах между заездами была представлена развлекательная программа для детей Посетил чемпионат и вручил медали победителям президент Федерации велоспорта Татарстана Александр Беспалов На фестивале никто не остался без внимания Все участники получили поощрительные призы Организаторы отмечают, что на следующий год запланировано много идей для развития велоспорта среди молодежи А данное мероприятие станет традиционным Диана Янтимирова, Даяна Камалова, Неделя спорта Теперь поговорим о гонках В этот уикенд состоялся седьмой этап Russian Time Attack Grand Prix Petronos на Казань Ринг Кто одержал там победу и как это происходило, узнаешь в следующем сюжете 17 сентября на шоссейной кольцевой трассе Казань Ринг состоял седьмой этап Самого популярного любительского гоночного чемпионата Russian Hatch Club Championship, который проводится с 2010 года Этапы RH HCC становятся самым популярным событием для участников и собирают более 90 пилотов со всех уголков страны В соревнованиях прошли в формате Time Attack, то есть участники должны были, не обгоняя друг друга, проехать заезд с учетом времени Так как правила исключают контактную борьбу, каждый желающий принял участие, не боясь за свою безопасность Для удобства и быстроты подсчета результатов каждому участнику был прикреплен хронометраж В зачетном классе City Street, где главное правило гласит «все, что не разрешено, то запрещено» Отличился Евгений Чеклачев, который дал фору своим соперникам, несмотря на скромность своего автотранспорта АЗЛК 2140-145, говоря простым языком «Москвич 2141» Несмотря на то, что в заезде принимали участие машины иностранного производства, Евгений сумел вырвать победу На втором месте с маленьким отрывом Сергей Кольцов, серебряный пятер зачетного класса, приехавший из Москвы Третьим заезде стал наш земляк Сергей Ивлев на своей «Мазде-323» По окончанию соревнований состоялась церемония награждения На пьедестал поднялись более 20 пилотов из всех уголков нашей страны Аслан Кульшурин, Булат Зигангиров, Александр Фирсов, Неделя спорта Ну и на этом все, вот такая у нас выдалась Неделя спорта А что будет дальше, посмотрим С вами был Роман Полинсков Вы смотрели программу Неделя спорта Еще увидимся, пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»